МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа «Удачи на даче» и ее ведущая Виктория Телепкова. Прямо сейчас мы поделимся с вами секретами удачного дачника и расскажем, как добиться отличного урожая. Не переключайтесь! Клубника – одна из первых садовых ягод, которая радует нас ранним урожаем. Но для этого нужно вовремя и, главное, правильно посадить эту культуру. Как своими секретами с нами поделится дачница со стажем Ольга Кабанова. Проведенные археологами раскопки доказывают существование клубники даже во времена далекого неолита. Уже тогда эта ароматная ягода широко произрастала в лесах и была известным лакомством. Использовать дикую клубнику для приготовления десертов начали в Италии, а культуривать эту ягоду первыми стали испанцы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Клубника бывает раннего срока созревания, средняя, поздняя и ремонтантная. Ранняя – это ультра ранние сорта, очень популярный кимберли, очень крупная ягода. Она мясистая, транспортабельная и с легким карамельным вкусом, очень вкусная. На сегодняшний день я буду сажать ремонтантную клубнику, потому что у кого есть дети, я рекомендую, вы будете с ягодой с августа месяца и до мороза. Она очень полезная, в ней очень много витаминов, крупная. Здесь представлен ремонтантный сорт клубники Вимарина. Вот наглядно могу показать, что у нас идет с цветением, вот начинаются наши бутоны уже. Ремонтантные сорта клубники не дают усов, в основном это деление куста. Очень удобно ее сажать, полоть, но если вы не хотите ее пропалывать, сегодня я вам покажу, как можно посадить клубнику в спазбонд. Это значит, что вы не будете ее полоть, но она будет прекрасно у вас расти, зимовать. Спазбонд хорошо пропускает как влагу, пропускает также воздух. И плюс ее в том, что когда наши ягоды созревают, клубники, это июль месяц, как назло, у нас идут сезон дождей. Поэтому раньше мы подвязывали свою клубнику, сейчас мы сажаем ее в спазбонд. Ягода не гниет, потому что всегда спазбонд быстро высыхает, и прекрасно себя чувствует. Широко использовали клубнику и во Франции, но не для лакомства, а как одной из лучших лекарственных средств. А в 16-17 веках история клубники вышла на новый виток. Садоводы европейских стран начали работать по селекции и смогли получить наиболее ароматные и с богатым вкусом сорта. На наших землях эта ягода появилась во времена царя Алексея Михайловича, страстного любителя садоводства. Он имел под Москвой в Измайлове большой сад, где выращивались диковины для тогдашней России культуры. Уже в конце 18 века клубнику стали разводить в России едва ли не повсеместно. Здесь представлена рассада фрига. Это означает то, что цветочная почка была заложена зимой. Эти усы хранились в холодильнике, и в этом году рассада даст вам урожай. Это 100%, потому что проверено на своем собственном опыте. Саженцы, у нее укороченные корни, вот уже тоже пошли беленькие-меленькие корешочки. Если вы пересаживаете свою клубнику, я перед посадкой обрезаю корень для лучшего укоренения, потому что укоренение происходит мелкими ворсинистыми корешками. Польза клубники неоспорима, это подтверждают многие исторические исследователи. Клубника – ягода богата витаминами и поэтому просто незаменима для формирования иммунитета и поддержания здоровья. А самое главное, что даже замороженная ягода сохраняет свои полезные свойства. Поэтому удачный дачник может сохранить свой урожай и наслаждаться летним лакомством холодными зимними вечерами. И все это с пользой для здоровья. Грядка была подготовлена осенью, там был положен перегной. Сейчас мы делаем дырки, дырки делаем в виде крестика, обычным канцелярским ножом. Для того, чтобы потом, когда клубника растет, она будет открывать вашу дырку и как раз будет лунка для полноценного куста. Обязательно, это правило номер один, не заглубляйте вашу сердцевину. Если вы ее засыпете, вот эту сердцевинку, тогда ваша клубника подгниет и она не даст вам ничего. Вырываем ямку рукой, расправляем корешки и оставляем на поверхности. Спасбонд прекрасно держит влагу, пропускает влагу и не дает сорнякам расти. Вы можете ее полоть только вокруг вашей клубники. Таким образом, мы нашим хозяйкам облегчаем жизнь, потому что очень часто слышу, что не хотят заводить клубнику, очень тяжело ухаживать. Есть альтернативы, это спасбонд. Конечно, самые лучшие и правильные рецепты приготовления клубники, те, которые позволяют максимально сохранить полезные свойства ягоды. Например, клубничные десерты. Сливочно-клубничный торт мороженое в нашей следующей рубрике. Ингредиенты клубника 500 граммов, сахар 175 граммов, яйца 4 штуки, сливки 400 миллилитров. Из клубники и 100 граммов сахара сделать пюре в блендере. Одну пятую часть пюре отложить для прослойки торта. Желтки и оставшийся сахар взбить на водяной бане до белого цвета и загустения. Снять с плиты и остудить, постоянно помешивая. Сливки взбить. Смешать большую часть клубничного пюре с желтками и взбитыми сливками. Можно пару столовых ложек сливок оставить для украшения. Форму выстелить пищевой пленкой и вылить туда половину ягодно-сливочной массы. Поставить в морозилку на 30 минут. После достать и выложить поверх сливочной массы клубничное пюре и поставить в морозилку еще минут на 15. Опять достать из морозилки и выложить сверху оставшуюся ягодно-сливочную массу. Поставить в морозилку на ночь. Утром достаем. Если вы не можете извлечь мороженое из формы, то опустите ее на несколько секунд в горячую воду. После чего нужно выложить на тарелку и украсить взбитыми сливками и ягодами клубники. Вкусный клубнично-сливочный десерт готов. Приятного аппетита! Часто при приобретении загородного дома дачники сталкиваются с проблемой отсутствия колодца. А если колодец и есть на участке, то без своевременной очистки он может стать непригодным. Что делать в этой ситуации вы узнаете в нашей рубрике «Секреты из интернета». Вместе со старым домиком нам достался наследство и старый колодец. Вот эта вот крышка стояла на этом колодце. Так как хозяева здесь не жили постоянно лет, наверное, пять, а приезжали всего два раза в год на неделю, поэтому колодец заилился, засорился, вода была желтая и со специфическим запахом. Общественный колодец, куда мы ходили за водой первое время в деревне, глубже кольца на два. В нашем колодце всего три с половиной кольца вниз и пол кольца вверх. И первым желанием было, конечно, углубить колодец. По рекомендациям позвали приезжих строителей. И это было нашей ошибкой. Сначала расскажу, как сделали нам, а потом как надо было. В общем, строители сначала обкопали колодец снаружи где-то на одно кольцо. Сказали, что песок, поэтому колодец осядет сам. Но слукавили, ничего не осело, но снаружи уже окапывать было нельзя, потому что внутри колодец уже ничего не держало, там выгребли кучу грязи. Строители сказали, что если дальше обкапывать, то колодец может завалиться и придавить человека. В итоге выгребли кучу черной грязи, сразу же забили родники. Старые швы замазали раствором с жидким стеклом, ничего не делая со старыми швами. В общем, вместо углубления получилась чистка колодца. Сказали, что осталось только засыпать щебень на дно колодца и почистить стенки колодца марганцовкой. И все бы хорошо, вода ведь чистая пошла, но через несколько дней мы пообщались с местными деревенскими. И они нам сказали, что нам сделали, мягко говоря, не совсем все правильно. Сначала надо было обкопать колодец снаружи полностью на всю его глубину, а потом не спеша углубляться по одному кольцу в день, чтобы колодец плавненько оседал. Наши строители все это знали на самом деле, но по тем расценкам, которые они нам предложили, им не хотелось сильно перетруждаться. Поэтому вот они нас ввели в некоторое заблуждение. К тому же опять потекли швы. И местные деревенские нам объяснили, как надо правильно сделать, чтобы швы не текли. Что они делают? Они зачищают обязательно старые швы от старого раствора, после этого смотрят, где есть щели, дырки, запихивают в них жгут, и только после этого замазывают раствором жидким стеклом. В общем, этот колодец придется нам переделывать. Но кольца-то мы купили, куда их девать? Решили копать второй колодец, тем более, что будет строиться второй дом, и лишний колодец не повредит. Теперь сначала выяснили подробную всю информацию у соседей, выяснили, где проходит хорошая жила с хорошей питьевой водой, и приступили к копке колодца. Отдельное спасибо соседу Андрею за подсказки и техконтроль. Дело в том, что это жила с секретом, она не глубокая. У Андрея всего три кольца в глубину, и кристальная чистая вода у него в колодце. Самое главное здесь не перекопать. То есть надо копать, пока идет песок, а когда пошла черная вязкая такая субстанция глиняная, надо прекращать сразу копать. Иначе можно попасть в такой плывун глиняный, который, говорят, пластом идет на 8 метров в глубину, и через него не пробиться. И глина не даст прохода родникам. В итоге у нас получился колодец чуть больше двух метровых колец в глубину, но местные говорят, что это нормально. Да, первые два кольца копали, опять положившись на профессионализм строителей. Опять зря. Деревенские сразу же заметили, что второе кольцо надо было положить на раствор, дать раствору застыть и только после этого углубляться. Третье кольцо уже и положили на раствор, и изнутри, и снаружи хорошенечко тоже промазали раствором, и дали высохнуть, и только после этого стали углубляться. А вот с первым швом, который сделали строители, пришлось помучиться, потому что после они его замазали изнутри раствором, жидким стеклом, но как раз в этом месте начинается жила водяная, и вода снаружи просто выбивала этот раствор, то есть просачивалась внутрь. В общем, пришлось этот шов переделывать самим. Просачивающийся первый шов мы заделали гидропломбой, причем приходилось ее держать, пока она не застынет, благо застывает она быстро. После этого зачистили внутренние стенки колодца щеткой с металлической щетиной от лишнего раствора, от грязи и глины. После этого занялись щебнем, купили гравийный фракции 20 на 40. Щебень промыли и отсортировали, покрупнее и помельче, а также убрали гранитный, который изредка попадается. Потом вручную из-под кольца выгребали вот эту черную глину, и на ее место, пока она обратно туда не наползла, не закрыла родники, засовывали щебенку. И уже после этого засыпали щебень на дно. Ушло где-то две тележки щебня, а засыпали так. Сначала более мелкая фракция на самое дно, а потом фракция покрупнее. И после этого уже практически заключительный этап. Мы взяли крепкий раствор марганцовки, и вот такой щеточкой с нежесткой щетиной мы промыли, продезинфицировали внутренние стенки колодца. После всех этих процедур колодец надо обязательно накрыть, чтобы туда не попадал никакой мусор. Мы используем пока подручные материалы. И раз 5-6 надо воду из колодца прокачать. Вот, собственно, и все колодезные премудрости, которыми хотелось поделиться с новоиспеченными, как и мы, деревенскими жителями. Хлопот на приусадебном участке в апреле много. И не надо быть совсем уж опытным дачником, чтобы понимать, наступает самый трудоемкий сезон. И главное сейчас ничего не упустить. Поэтому мы предлагаем вам сверить свои работы с нашим удачно дачным календарем. 29 и 30 апреля следует заняться посадкой клубники, саженцев плодовых деревьев, малины и декоративных деревьев. Не лишней будет пикировка и пересадка овощных растений. А вот высаживание ранней капусты лучше отложить. 1 и 2 мая можно сеять и сажать в открытый грунт цветы. Не стоит заниматься в эти дни поливом растений. А вот 3, 4 и 5 мая полив растений отлично повлияет на будущий урожай. Хорошо пройдет и стрижка газона. Однако не стоит заниматься садом, а также посевом и посадкой всех культур. 6 и 7 мая полезным будет посадить саженцы плодовых деревьев и кустарников, а также усов клубники. Хорошо пройдет высадка рассада помидоров и перцев. 8 и 9 мая можно заняться посадкой картофеля, овощных корнеплодов и капусты. Полезным будет вынесение удобрений и прополка. А вот посев, посадку и полив растений производить не следует. 10, 11 и 12 мая – благоприятные дни для внесения гербицидов и ручной прополки. При выборе растений для своей клумбы каждый цветовод руководствуется двумя критериями – красота и неприхотливость. А выращивать такие замечательные и изящные цветы, как лилия, занятие несложное. Поселив эти цветы в своем саду однажды, вы уже не захотите от них избавляться. Некоторыми советами по их выращиванию поделится дачница со стажем Ольга Кабанова. Сегодня мы поговорим о выборе восточных и азиатских лилий. Любые от-гибриды, ло-гибриды. Я расскажу, что лучше зимует, как посадить правильно лилию, как выбрать и где хранить до посадки. Некоторые сорта лилий очень плохо у нас зимуют. Поэтому надо внимательно читать инструкцию по морозостойкости этих саженцев. Лилии можно покупать с марта месяца и по май месяц. Сажать надо в плюсовую температуру, в солнечную, хорошую, теплую, безветренную погоду. Обратите внимание на упаковку лилии. Если упаковка лилии, плотный полиэтиленовый мешок без дырок, это очень плохо. Может быть загнивание клубня. Также смотрите и обратите внимание на то, какой росток у лилии. Если у лилии росток больше 5 см, то вы должны срочно ее высадить. Это не очень хорошо, когда вы покупаете ее в марте. В марте лилия должна быть спящая. Луковица сама должна быть гладкая, не морщинистая. Полиэтиленовый пакет должен быть с дырками и с торфом. Темный торф сухой. Так хранится лилия. Если вы купили лилию в марте месяце и видите, что она растет, срочно лилию ложим в холодильник при нулевой температуре. Когда у нас снег сошел, ваши лилии готовы к пересадке, мы достаем ее из пакета и смотрим на лилию. Росточек должен быть небольшой, сантиметра 4-5. Для этого эта лилия готова полностью к посадке. То есть пошел уже рост, надо ее срочно пересаживать. Сведения о лилиях, как о цветах, символизирующих чистоту тела мудрия, доходят до нас из глубины веков. Эти цветы очень ценили за необычную и нежную красоту во все времена. Их неповторимые формы использовали для украшения дворцов, храмов, священных обрядов. Цветок лилии присутствует на гербах знатных родов разных стран. На сегодняшний момент я вам покажу, как сажать ее. Лилия восточная заглубляется на три луковицы в землю. Объясню, для чего это сделается. Для того, чтобы ваша лилия, когда начинает цвести, не вылезла наружу. Азиатские лилии формируют своих деток по спирали вокруг своего стебля. Поэтому при посадке мы ее углубляем, для того, чтобы ваша лилия за 3-4 года принесла вам молодых деток, которые надо рассаживать, как я уже говорила, в августе месяце. При посадке, если у вас плодородная земля, то для начала можете добавить немного перегноя, 2-3 года лежащих, но не переборщите. Когда начинался у нас обильный рост лилии, я начинаю подкармливать лилии. Любые микроэлементы. Можно на осень промульчировать навозом или перегноем. Сейчас я покажу, какая ямка должна быть и как это все мы садим. То есть, если азиатская лилия всегда луковица намного меньше, то восточная очень крупная лилия. Она в этом году уже будет цвести. Мы сажаем на 20 сантиметров, то есть на 3 размера луковицы. Лилия принадлежит к роду многолетних луковичных трав – семейства лилейных. Своё название она получила от древнегальского слова «лили», что обозначает «белый-белый». Лилия широко распространена в умеренных и тёплых регионах Европы, Азии и Америки. Там произрастает более ста её дикорастущих видов. От них и пошли все новые сорта, которые часто называют по месту происхождения. С древнейших времён лилия славится не только как прекрасное декоративное растение, но и как растение-лекарь. Она и сейчас используется для приготовления настоев, душистых масел, мазей, лекарственных и косметических средств. Выкапываем яму на солнечном месте. Я на сегодняшний момент, так как у меня плодородная почва, мы ничего не добавляем. Если у вас глина, либо суглинок, немножко добавьте перегной 2-3 года лежащего. Я буду сажать восточную лилию. Я делаю яму 20-25 см. На три луковицы углубляю. То есть раз луковица, потом два и три. Даже можно чуть поглубже. Ещё чуть глубже. Раскладываем корни и присыпаем. Ещё большой плюс восточной лилии посадить поглубже – это лучшая зимовка для лилии. Она немножко позже у вас зацветёт, но перезимует очень хорошо. То есть при минус 18, если у вас лилия углублена на 20 см, под снегом она без укрытия зимует. Если минус 35, тогда мы ещё на зиму сверху лапником сантиметров 20 накидываем, и под снегом лилия зимует. Если вы боитесь за восточную либо трубчатую лилию, вы можете её выкопать и сохранить в холодильнике. Если ваша лилия созрела для цветения, то есть это должна быть луковица 22-24 см, 20-22 см по азиатским лилиям диаметрам, то она в этом году вам даст красивую стрелу лилии. Это будет цветение июль месяц. Также лилии можно посадить в горшке. Она прекрасно перенесёт посадку в горшке и зацветёт тоже в июле месяце. Каждый раз, когда вы сажаете любое растение, после посадки мы обязательно поливаем. Когда лилия цветёт, и если засушливое лето, пожалуйста, поливайте лилию прикорневую. Делайте полив, наверх нельзя, потому что любая капелька, например, для белой лилии – это загнивание цветка. Маска из картофеля. Понадобится картофель 3 штуки, пшеничная мука 2 столовые ложки, молоко и оливковое масло. Картофель отварить в мундире, потом очистить и натереть на мелкой тёрке. Добавить муку, молоко и немного масла. Размешать до однородной консистенции и нагреть эту массу на водяной бане до 38 градусов. Кажется, нанести на руки и держать около получаса. Потом руки моют тёплой водой и наносят питательный крем. Делать маску надо 2 раза в неделю. Отличное средство для смягчения кожи рук – ванночки из настоя подорожника. Понадобятся свежие листья подорожника и 1 литр печёной воды. Руки держат в этом настое 10-15 минут. Затем насухо вытирают и смазывают жирным кремом для рук. У вас есть вопросы по дачным делам или вы хотите стать участником нашей программы? Для этого пишите в группу телеканала «Витебск» в социальных сетях и по электронному адресу, который вы видите на экране. На этом время программа подошла к концу. С вами была я, Виктория Телебкова. А наша съёмочная группа желает вам удачи на даче и до встречи в эфире через 2 недели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Сёмкин